Приветствую вас. Значит, во-первых, нужно сразу сказать, что вряд ли девушка вас именно ненавидит. То есть именно вот ненависти у неё к вам скорее всего нет. Ну просто потому, что ненависть и чувства довольно сильные. Встречается оно не так часто, как принято, как, может быть, не знаю, как хотели бы некоторые люди думать, может быть. Вот. И поэтому говорить о том, что у неё к вам ненависть, ну я бы, наверное, не стал. Да, может быть, она злится на вас за что-то. Да, может быть, она что-то проецирует на вас, ну какие-то аспекты, какие-то моменты проецирует, если вы её не обещали как-то. То есть первое, что вам нужно сделать вообще, это понять, что вы здесь ни при чём абсолютно, что дело не в вас. То есть если вы не обещали сейчас, то дело не в вас. Дело скорее именно в ней самой. Что это вот. Она занимается проецированием. И она видит в вас кого-то другого. Вот. Вам нужно, значит, дать ей понять, что вы не тот, кого-то она видит. Что вы другой человек. Что вы не такой. И тогда её образ, связанный с вами, он поменяется, он станет немножечко другим, этот образ. Она сможет посмотреть на вас, ну, слегка по-другому. Другими глазами, может быть, она увидит вас. И это позволит вам начать с ней какие-то отношения. Загвоздка, загвоздка здесь вся в том, чтобы человека, ну, чтобы именно преодолеть вот этот вот образ, который у неё есть. Загвоздка, она именно в этом. То есть это не так легко преодолеть вот этот вот барьер. Когда, когда кто-то видит в тебе не того, кем ты являешься, да? Не того, кто ты на самом деле. Вот. И тут нужно терпение, выдержка. Здесь желательно проявление самодостаточности обязательно. Потому что, если, например, человек увидит, что вы реагируете как-то, ну, на него, да? Если человек увидит, что вы реагируете как-то вот, ну, негативно. То есть она увидит, что вас это вызывает, например. То есть очень большая вероятность того, что она будет думать, что это действительно вы. Что она угадала. Что она правильно поняла. Вот. И, собственно, будет продолжать, ну, давить на вас в этом направлении. То есть именно вот в направлении, ну, в направлении ненависти, да? В направлении того образа, который у нее есть. Так что здесь вот только так. А если вы ее обидели чем-то, опять же, не важно. Не важно, специально вы это сделали или нет. А если вы это сделали, то, во-первых, сразу нужно извиниться за то, что вы это сделали. И дальше, после этого, дать ей какое-то время побыть одной. Ну, то есть без вас. Не появляться у нее на горизонте. Чтобы она побыла без вас. Чтобы она остыла немножко. А потом уже, ну, опять как бы с ней сблизиться. И как-то постараться себя проявить уже немножко по-другому. Вот. И потом, вот спустя какое-то время, можно будет еще раз сказать ей, что вы сожалеете о том, что сделали, что прости у нее прощения. Понимаете, как это неприятно, вот, что вы были неправы и так далее. Вот. Принижать себя при этом чересчур не нужно. Ну, то есть, ну, можете сказать, например, что вы были дураком, но не более того. Вот. Значит, дальше. Следующий момент. Вы говорите о том, что хотите, хотите встречаться с девочкой. И здесь у меня вопрос к вам скорее. Почему? То есть, почему вы хотите с ней встречаться? Ну, именно с ней, грубо говоря. Вот из-за чего именно с ней вам хочется встречаться? Чем, чем это продиктовано? Вот желание, чем продиктовано? Встречаться именно с ней. Ведь чем-то, наверное, вы руководствуетесь при завершении своего выбора. И здесь очень важно понять, чего именно вы хотите, ну, от девушки. И может ли она вам это дать? То, чего вы хотите. И нацелены ли вы по отношению к ней на себя, или нацелены вы по отношению к ней на нее? То есть, в первом случае, все здорово, вы нацелены на нее, и вы хотите, чтобы она была счастлива. Я полагаю, что проблем с этим не будет никаких. Вот. Во втором случае, если вы нацелены больше на себя, если вы нацелены именно на себя, то именно о своих желаниях, именно о ваших желаниях, и нужно, собственно говоря, общаться. То есть, что это за желания? Чем они продиктованы? Почему именно через эту девушку вы хотите удовлетворять их, ну, то есть, свои желания? Как еще вы можете это сделать? То есть, ну, как еще вы можете удовлетворить свои желания? Вот. Это на самом деле очень тоже важный момент, если мы хотим, чтобы вы поняли, что вам нужно делать. Еще такой вопрос у меня к вам. Почему вы сами не знаете, что вам делать? Почему вы сомневаетесь в себе? Почему вы, как бы, ну, как это сказать? Прибываете в, ну, скажем так, прибываете в неуверенности? Да? Относительно ситуации. То есть, что заставляет вас чувствовать себя неуверенно? Я надеюсь, что на этот вопрос вы тоже постараетесь ответить, потому что он важен, этот вопрос. Если вы раскроете для себя смысл того, почему вы не уверены, то я полагаю, что свою модель поведения вы сможете строить так, чтобы таких ситуаций либо не возникало, то есть, ну, если девушка вас ненавидит, то, соответственно, наверное, с ней не стоит строить отношения. Вот. Либо вы, ситуации бывают разными, либо вы будете успешно справляться с ними. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...